Дождливый вторник на календаре и вы на канале Беларусь 2. В эфире Ничего себе Ньюс. Предлагаем согреть вас с тепленькими новостями. В ближайшие 5 минут узнаем, что же интересного произошло в мире. Сегодня расскажем, какой овощ-гигант вырастил у себя на участке житель Гродно, покажем парня из Минской области, который отправился к Черному морю на доске для серфинга, а также вместе посмотрим на дрессированных птенцов. Поехали! Я, конечно, не знаю, чем вы занимались в детстве, но вот лично я проводил все время на дворовых площадках. Правда, точно не на таких вот, которые мы вам прямо сейчас покажем. В Омске частный детсад обнес игровую зону для детишек колючей проволокой. О, ужас! В соцсетях шутят про детскую площадку строгого режима, а администрация просто пытается защитить свою собственность от вандалов. Еще одна необычная детская площадка для детей пользователи интернета нашли в Самаре. На этот раз с памятником криминальному авторитету. В эфире наша рубрика «Без комментариев». Сегодня мы покажем, какие суровые порядки царят на подмосковной птицефабрике. Видео в группу ВКонтакте представили, кстати, нам вы. Китаец установил мировой рекорд, надув носом 12 шин. Ничего себе! Для установления рекорда рекордсмену понадобилось 2 минуты и 30 секунд. Он выдувал воздух, вставив шланг в ноздрю. Шины диаметром 60 сантиметров, которые были соединены между собой, наполнялись одновременно. Причем сначала парень надул таким же образом 10 шин, а потом после 5-минутной передышки улучшил свое достижение. Такому парню в автосервис хорошо бы устроиться. Цены бы там ему не было. Конец лета, начало осени. Время собирать урожай и ставить рекорды. Житель Гродно на даче вырастил огромную тыкву весом 400 килограмм. И она продолжает расти. Ничего себе! Хозяин рассказал, что однажды увидел в интернете огромный плод и решил вырастить такой же у себя на даче. Семена заказывал в Америке и весь сезон бережно растил тыквину, обрывая ненужную зависть. В семье надеются попробовать на вкус природное творение. Будут ли угощать соседей, которые приходят сделать селфи с гигантской тыквой, мы не знаем. А вот следующая ньюс точно должна вас замотивировать. Парень из белорусской глубинки доплыл до Черного моря на сапборде. По сути, просто на доске для серфинга с веслом. В путешествие парень отправился еще в середине июля. Он добрался до Бобруйска общественным транспортом, откуда по Березине и Днепру проплыл до Речицы. А через Гомель уже приехал в украинский город Чернигов. По реке Десна путешественник доплыл до Днепра, по которому и пролегала большая часть маршрута. Из Херсона он вышел в Черное море и вдоль береговой линии доплыл до Одессы. Я однажды ехал в Одессу в плюс 30 в плацкарте. Но на доске для серфинга явно комфортнее. Брещанка создает уникальную керамическую плитку в духе эпохи Возрождения. Девушку зовут Мария. Италия – страна, которая ее вдохновляет. Мастерица уже не раз там бывала всякий раз. Восхищалась местной керамикой разных столетий. Больше всего ее поражает изысканная роспись изделий. Работы девушки набирают популярность в сети. Согласитесь, реально круто. А на сегодня это все. Не забывайте заходить к нам в группу во Вконтакте и присылать свои новости. Не забывайте также снимать для нас мобильные репортажи. Ведь к 1 сентября за лучший мобильный репортаж мы разыграем вот этот чудесный велонабор. На сегодня все. Я Данил Жданько. Всем пока.